Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале куротка о некоторых темах выпуска. Тхагапши. Основная часть работ подходит к концу. Настал черед выплаты компенсаций. Кому решают сами селяне. Подвесной мост у центрального рынка закрыт на ремонт. Но пешеходам сегодня пришлось объяснять, почему прохода нет. Джигитовка и конкурс участием арабских лошадей и орловских рысаков. В Сочи готовятся к премьере конного экстрим-шоу. Здесь главная выдержка. В Сочи проходит открытое первенство края по стрельбе из лука. В зале больше тысячи человек. Врачи, учителя, аграрии, строители, журналисты. На форум «Единая Россия» в Краснодар съехались со всего края подвести итоги праймерис. Так обозначили задачи встречи с сами партийцы. Расскажут наши краснодарские коллеги. В зале больше тысячи человек. Врачи, учителя, аграрии, строители, журналисты. На форум «Единая Россия» в Краснодар съехались со всего края. Подвести итоги праймерис так обозначили задачу встречи с сами партийцы. В этом году предварительное голосование за кандидатов в депутаты впервые было открытым для всех. Впрочем, в числе первых «Единороссы» были всегда, замечает Вениамин Кондратьев, открывая форум. Партия, которая сформировала правительство страны, имеет огромное доверие у населения. И эти позиции сегодня важно удержать, говорит глава региона. Сегодня самый основной запрос у населения, у нашего с вами населения, на справедливость. Они хотят не трескать дни и говорили о реальных и конкретных шагах по решению насущных вопросов. Чтобы система работала эффективнее, партия просто должна быть такой, какой ее хочет видеть народ. Не слугой чиновников, различных молстей, помогающих чиновникам где-то замалчивать проблемы, вопросы или как там, ретушировать их. А защищать простого человека, населения от коррупции и бюрократизма. Именно бюрократизма в различных кабинетах. Партия не должна бояться указывать на недостатки власти любых уровней. Она должна быть объединяющей силой между властью и народом. В первых рядах на сцене те, кто прошли праймерис. Теперь они полноправные кандидаты на депутатские кресла Госдумы. В основном это политические тяжеловесы. С ними на равных условиях за голоса кубанцев на предварительных выборов боролись новички. Это один из механизмов поиска новых лиц в партии, считает Вениамин Кондратьев. На дебаты рядом с политическими тяжеловесами были молодые люди, у которых есть собственное мнение, собственная позиция. И самое главное, что они не боялись отстаивать свою точку зрения. Я бы хотел, чтобы все кандидаты, которые прошли праймерис, предварительное голосование, они не потерялись. Это активные ребята с жизненной позиции. Они могут найти свое место и во власти, и в депутатском корпусе законодательного собрания. Они смелые. А если смелые, они должны быть рядом с нами. Они могут реально сделать эту жизнь другой. Потому что они этого хотят. Это очень многого значит. На майский праймерис пришли больше полумиллиона жителей края. Такую поддержку кубанцев единороссы считают самой справедливой оценкой их работы. Но для тех, кто прошел этот политический экзамен, все только начинается. Обращается к партийцам председатель ЗСК Владимир Бикетов. В плане нашей работы сразу после съезда партии намечено провести во всех муниципальных образованиях края отчет перед избирателями о работе фракции за последние три года. Это же рекомендуется сделать 426 фракциям представительных органов городских округов, муниципальных районов и поселений. На этих встречах мы также будем разъяснять программу партии, с которыми «Единая Россия» идет на выборы. Голоса, которые получили кандидаты на праймерис, своего рода аванса с жителей края. И доверие теперь нужно оправдать, отметил Вениамин Кондратьев. Работа ради людей, а не ради привилегий, должна стать главным принципом всех, кто приходит во власть. Сегодня нелегко нашему президенту, увы, должны тоже это понимать сегодня. Наша страна – это супердержава на мировом Олимпе. Он делает все, чтобы с Россией считалось, и она оставалась супердержавой. А наша задача внутри сплотиться вокруг него, стать подушеренку. Если мы хотим на самом деле результат, то я уверен, убежден, что для всех вас партия – это не ступенька в карьере. Это реальный шанс что-то в жизни изменить. Для тех, кто живет рядом с нами, для тех, кто живет в нашем крае. Они этого ждут, они верят. И если мы сделаем все, чтобы они в нас разуверились, они будут верить другим. Вот не дай бог, чтобы мы это допустили. Будущее Кубани будет зависеть в том числе и от депутатов, которые представят интересы края в Государственной Думе. Их имена станут известны уже после выборов. Единый день голосования назначен на 18 сентября. Мария Крошина, Денис Маскаленко и Денис Перец. Кубань, 24. Краснодар. В ближайшие сутки в Сочи ожидаются сильные дожди с грозами. Вероятен сход селей. Спасатели просят проявить бдительность, принять все необходимые меры предосторожности, в том числе и по сохранности своего имущества. При интенсивных осадках не пользоваться личным транспортом, отказаться от отдыха вблизи водоемов. В случае необходимости звонить с мобильных 010. Для оказания помощи обращаться к городскому оперативному дежурному по телефону 262-22-98 и 262-22-82. А в Тхагапше продолжают устранять последствия июньского потопа. Основная часть работы уже подходит к концу. Теперь настал черед выплат компенсации тем подворьям, куда зашла большая вода. Размер помощи для пострадавших от стихии также определен. Напомню, на материальную поддержку могут рассчитывать жители поселков Тхагапш, Марина, Алексеевка и Татьяновка. Работы по восстановлению поселка идут по графику. Уже вывезено тысячи тонн грязи, камней и деревьев. Местные жители в разговоре подчеркивают, такой поддержки и слаженности при устранении последствий ЧАЭС они не ожидали. Двор Усет, который одним из первых принял на себя удар стихии, уже очищен. Сейчас ее семья постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. Нам так помогли люди, что я каждый день благодарю, кто нам помогает. Это депутаты Вариджана нам с техникой, с коллективом дали, МЧСников давали. С 6 числа вчера только мы увидели свое хозяйство, последняя чистка была, расчистили. Вот это все завалено было. С первого дня восстановительных работ до их полного окончания в местах ЧАЭС работает большая команда. Наравне со спасателями и ответственными ведомствами в Тхагапше, Алексеевке, Марьино и Татьяновке задействованы волонтеры Сочинской администрации, а также местного отделения партии «Единая Россия». Параллельно с ликвидацией последствий подсчитывают ущерб. Каждый дом и подворье уже обследовано сотрудниками БТИ, членами общественных организаций и собственниками домов. Решения по оценке ущерба принимают старейшины аулов совместно с жителями. В Тхагапше из 63 домов материальная помощь необходима владельцам 26. Наиболее сильно в ауле пострадали 4 дома. По ним выплаты будут осуществляться из фондов ЧАЭС Краснодарского края. Наряду с этим их владельцы получат по 100 тысяч рублей от Красного Креста. Остальные 22 семьи – от 20 до 90 тысяч, в зависимости от степени разрушений. В селе Марьино материальную помощь окажут 10 семьи. Им перечислят в общей сложности более 200 тысяч рублей. Столько же семей получат компенсацию в Татьяновке. Там ущерб оценен в 400 тысяч. К слову, денежные средства в Красный Крест продолжают поступать. Сейчас на счету организации около 3 миллионов рублей. Почти половина из них перечислена сотрудниками администрации города. Средства поступили и от хозяйствующих субъектов, и членов партии «Единая Россия». Деньги, которые мы в основном людям даем, разделили, я принял решение, чтобы мы, чиновники, единороссы, сдали однодневный свой заработок. Глава города подчеркнул, средства направлены на восстановление жилья. Те же, кто рассчитывал на компенсацию ущерба пострадавшего частного бизнеса, не нашел поддержки у своих же сельчан. Мы бизнес никому восстанавливать не можем, потому что это бизнес, потому что главное решить вопросы, связанные с жильем. Сейчас одной из главных проблем остается водоснабжение села, но и здесь уже администрации приняты меры. Мы вызвали организацию «Кубань геология», они обследовали участки населенного пункта, где можно установить новый водозабор. И завтра приезжает подрядная организация, которая по проекту, подготовленному, начнет заниматься строительством водозабора. По словам специалистов, несмотря на авральный режим строительства, работы займут не меньше месяца. Стабильное водоснабжение в Тхагапше должно заработать уже в конце июля. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Подвесной мост у Сочинского рынка закрыт на ремонт. В связи с этим проход по нему запрещен. Какие работы будут проведены на мосту, связывающем улицы Чайковской и Конституции, и когда завершится ремонт, расскажет Татьяна Говоркова. Последний раз ремонт этого навесного моста проходил до Олимпиады. За три года дощатый настил пришел в негодность. Из-за влажности стали практически отваливаться доски. И проход людей стал небезопасным. Поэтому городской администрации было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ. Ремонт плановый. Сначала подрядной организации были выполнены фасадные работы. Покрашены опоры, стены, пилоны и металлические конструкции. Теперь дело дошло и до основной составляющей. Завершены работы по замене соединяющих болтов, проржаверших конструкций. В данный момент прошла уже обработка древесина на два слоя антисептическими покрытиями, для того, чтобы она не питала ни влаги и увеличила долгосрочность использования моста. И ведется замена настилы. Несмотря на то, что информация о закрытии подвесного моста была размещена во всех СМИ, некоторые пешеходы пришли в замешательство, когда строители около 11 часов дня начали выставлять соответствующие знаки и натягивать запрещающую ленту. Прорабу подрядной организации в буквальном смысле пришлось отбиваться от желающих пройти по мосту, несмотря на все запреты. Некоторые даже были готовы пересечь реку в плавь. Даже после того, как на лестницах были установлены предупреждающие знаки, вывешена информация, некоторые все равно порывались пройти на мост. Пусть делают, ремонтируют. Раз, надо, так и надо. Я не знала. Я хотела сейчас пройтись. Можно пройти? Нет? В качестве альтернативы пешеходам временно предлагается использовать автомобильный мост по улице Московской. Он находится в 300 метрах. По установленным срокам ремонтные работы должны завершиться до 25 июля. Но подрядчики постараются опередить график. Срываем все доски. Доски будем периодически срывать по 4-5 пролетов, потому что нереально за день все перекрыть. Ну а в дальнейшем меняем полностью настил на мосту. Ну и в кратчайших дней 10 мы попытаемся это сделать, потому что, сами понимаете, демонтаж, монтаж. Я единственное обращаюсь еще раз к людям. Пожалуйста, это в ваших интересах, потому что доски поломаны, уже люди ноги ломают. Строители убедительно просят граждан не пытаться пролезать через ограды и выходить на мост. Особенно ночью. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинский кожно-венерологический диспансер принимает пациентов в обновленных условиях. Ко дню медицинского работника в отделении завершился ремонт. Все начинается отсюда с поликлинического отделения кожно-венерологического диспансера. Помещение еще год назад было отремонтировано и прием ведется в комфортных условиях. При необходимости человека могут направить в стационар. До недавнего времени он вызывал немало и нарекания к условиям содержания. Сейчас же здесь современные палаты. Врачи отмечают, что наряду с качественным лечением пациентам необходим и телевизор, и Wi-Fi. А украшенные фотографиями стены и созданные в палатах домашний уют тоже способствуют выздоровлению. Конечно, мы видим здесь вот такие изыски, хорошие, приятные мелочи, которые любого человека будут радовать. Конечно, нам бы всем хотелось бы надеяться, что и наши пациенты будут это ценить. Труд медицинских работников, вложенный как в сам процесс лечения, так и в организацию пространства, где все это происходит. Средства на ремонт выделены Министерством здравоохранения Краснодарского края. Сам процесс ремонта контролировался всем медперсоналом, вплоть до выбора цвета краски. Поэтому настроение у коллектива хорошее, все вместе создавали условия и для работы, и для комфортного пребывания здесь пациентов. А на открытых балконах, которые тоже отремонтированы, врачи рекомендуют определенной группе больных получать солнечные ванны. И мы надеемся, что здесь пациенты, в частности, с самым тяжелым распространенным заболеванием, как псориаз, в комплексе всего проводимого лечения мы будем добавлять, рекомендовать естественные инсталляции. Это, естественно, будет способствовать более быстрому клиническому эффекту и более быстрому излечению или более стойкой ремиссии наших пациентов. В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в 3 воскресенье июня, лучших из лучших сегодня наградили грамотами Министерства здравоохранения края. В целом, Сочи уделяется большое внимание развитию здравоохранения и поддержке медицинского персонала. Только за последние три года 160 медиков получили новые квартиры. Впереди еще ряд задач, в том числе по строительству офиса врача общей практики в Хостинском районе и сдача под ключ современного перинатального центра на Пластунской. Гелена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 17 июня. Первый заместитель прокурора Краснодарского края. Прокурор города Сочи Марк Большедворский проведет личный прием граждан в Хостинском районе. Мобильная приемная будет работать с 10 часов в здании прокуратуры Хостинского района по адресу Курортный проспект, дом 120, дробь 1А. Предварительная запись по телефону 261 9780. И к другим новостям. Необычного зайца поймали пограничники на российско-абхазской границе. Пассажир прятался в технологическом отсеке между локомотивом и вагоном. Гражданина Грузии обнаружили в ходе пограничного контроля поезда «Сухум-Москва» в контрольно-пропускном пункте Адлер-Железнодорожное. Не оформив документы на пересечении границы и проездные билеты, молодой человек рассчитывал налегке добраться до российской столицы. Беспрепятственно преодолев порядка 150 километров, он не ожидал, что будет разоблачен. Сопротивляться 23-летний иностранец не стал. В ходе опроса пояснил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни. Однако сделать это закон и не мог, поскольку попросту не имел документов, которые позволяют легально попасть в нашу страну. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает Краевое пограничное управление. В Сочи полицейские изъяли 300 литров пива. Алкогольным напитком незаконно торговали на одном из городских пляжей курорта. Точно, в 12.40 поступила информация на пляже Русалочку, в реке Сахэ, незаконно торговли Краевом. Все принято. После того, как сообщение поступило в дежурную часть, полицейские отправились на Мамайку. На месте выяснилось, в нестационарном объекте торговли действительно продают пиво, что запрещено законом. Человек находился за столиком, пояснилось, что приобрел здесь пиво. Это, я так понимаю, ваш реализатор, правильно, Виктория? Она не отрицает, что она продала данное пиво, вот эту бутылку пива. В присутствии понятых незаконный товар, это 300 литров пива, был изъят. В отношении хозяина торговой точки составили административный протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции статьи – это штраф с конфискацией алкоголя. Сочинские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по информатике, информационно-коммуникационным технологиям и истории. Информатику и ИКТ выбрали 128 человек. Историю – 562 человека. На все задания отведено 3 часа 55 минут. Минимальный балл, который необходимо набрать по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 40 баллов, по истории – 32 балла. Для проведения экзамена в Сочи работали 8 пунктов проведения. Во всех велись видеонаблюдения и видеозапись. По вопросам организации и проведения ЕГЭ в Сочи можно обращаться по телефонам горячей линии ЕГЭ – 264-65-96 и 264-29-53. Лауреата Госпремии поздравил губернатор Вениамин Кондратьев, встретился с руководителем прославленного кубанского казачьего хора Виктором Захарченко. Глава региона подчеркнул, что президент удостоил маэстро высокой награды заслуженно. Песни Захарченко напоминают о родной истории, раскрывают суть казачества. И это важно не только для Кубани, но и для всей страны. Ваш путь, творческий путь – это путь даже незалатливого человека. Это одаренного Богом человека, который просто дал тот талант, который сегодня даже не вас поднимает, возвышает и делает не то, что всероссийски известным, всемирно известным, и край, и казачество. Сегодня, как таковое, казачество стало максимально понятным изнутри, только благодаря вашим песням, вашему хору, вашему творчеству. Это настоящая жизнь. Поэтому эту жизнь, которая была заложена в корнях наших предков, сегодня трансформировали, подняли и пытайтесь за сегодняшнее положение донести. Виктор Захарченко поблагодарил губернатора за добрые слова и признался, что считает себя счастливым человеком, потому что занимается любимым делом. Ясно, что я передатчик чего-то того, чего было до меня, не мое личное. 18 лет прожил в Станице, где по существу радио даже не было. Я же только то, что слышал, и все, и питался. Никаких консерваторий, никаких больших наук. Это мой крест, мне все это собирать, едино и передавать. Лауреатом госпремии Виктор Захарченко стал 12 июня в Кремле. Почетный знак и грамоту маэстера вручил Владимир Путин за вклад в сохранение традиций и развитие отечественного музыкального искусства. Джигитовка, конкурс шоу с участием арабских лошадей, орловских рысаков и буденовцев. В парке Ривьера готовятся к премьере конного экстрим-шоу. Уже в эти выходные на манеже парка-арена профессиональные артисты и спортсмены впервые в Сочи презентуют театрализованное представление с экстремальными трюками «Кубанские казаки». Экстрим-шоу «Кубанские казаки» артисты и джигиты из Абрау-Дюрсо подготовились специально для Сочи. А вот многочисленные и фееричные представления этой команды видела не только вся Россия, но и за границей. Главные герои, рысаки, арабы и андалузы привыкли работать не только на публику, но и на камеру за их плечами, съемки в видеоклипах и даже художественных фильмах. Были и боевые сражения на съемочной площадке телесериала «Тихий Дон». Сюжетную линию скакуны-наездники проведут и на этот раз. Сценарий нового шоу создан по мотивам фильма «Свадьба в Малиновке». Казачий колорит и казачью удаль, кубанские традиции, сватовство и свадьбу артисты демонстрируют с помощью опасных и экстремальных трюков. С казацкими саблями и копьями. У нас действительно много опасных трюков, так же как и падение с лошади, так же как и горящие препятствия, так же как и прыжки через огненное кольцо, через человека. Это все настолько опасно, но мы это умеем делать. Здесь у нас более зрелищнее, намного зрелищнее. Здесь у нас работают самые опытные люди, самые опытные наездники, самые опытные танцоры. И сюда! Артисты конного шоу «Жизнь кубанских казаков» отражают еще и языком песен и плясок. Лихую же скачку на лошади, спортивную и цирковую с гимнастическими и акробатическими трюками наездницы выполняют наравне с джигитами. Моего коня зовут Воронок. Мы очень долго с ним занимаемся вместе. Мы очень старались, подготавливались к выступлению. Это самый любимый конь. Я его очень сильно люблю. Еще одна звезда шоу «Бен Ассил» – это первый жеребец в России, рожденный от чистокровного арабского скакуна. Кстати, подаренного президенту Путину шейхом Объединенных Арабских Эмиратов. Арабский конь в яблоках демонстрирует высшую школу верховой езды. Мы стараемся каждый год чем-то удивить наших гостей, гостей парка, гостей Сочи. Специально для этого шоу была подготовлена арена, которая теперь носит название «Парк-арена». И будет радовать, я думаю, круглый год всех гостей. Здесь такая очень хорошая атмосфера. Я рекомендую всем, я сам прихожу на все репетиции, всем рекомендую прийти обязательно, посмотреть, как это будет. Премьера первого в Сочи конного экстрим-шоу «Кубанские казаки» состоится уже в эту субботу в парке-арена «Парк Ривьера». Начало в 15 часов. Ну а после – традиционные катания на лошадях. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. Старый новый тренер футбольный клуб «Кубань» достиг соглашения с Даном Петреску, который снова возглавит команду. С румынским специалистом встретился губернатор края. Вениамин Кондратьев обсудил с Петреску клубные планы на будущее. В этом сезоне «Кубань» покинула премьер-лигу и будет играть в футбольной национальной лиге. Для меня очень важно, и отчасти больно, что сегодня происходит в «Кубань». Я не считаю нужным сейчас копаться, почему это произошло, и конкретно искать крайних. Что произошло, то произошло. Важно, чтобы теперь мы смогли исправить эту ситуацию. У нас мало времени до чемпионата. Я приехал сюда работать и буду выкладываться на 100% вместе с клубом, чтобы добиваться цели и результата. Надеюсь, что мы вместе выведем «Кубань» на уровень, который клуб достоин. Я счастлив вернуться к Кубани. Дан Петреско уже был тренером футбольной «Кубани» с 2010 по 2012 годы. И тогда ему тоже пришлось вытягивать клуб в премьер-лигу. Команда из первой дивизиона вышла в премьер-лигу под вашим руководством. Больше того, она стала любимой командой не только жителей края, но и оборонной части России. Нам бы очень хотелось сегодня, чтобы мы снова повторили, если можно, вот тот же рывок. И просто, хотя это совсем не просто, снова вернуться в премьер-лигу. Семьер-лигу, да, чем в премьер-лигу. И снова стать безумно любимой командой и смотрибельной командой нашего края. Я, прежде чем принимать наши решения, много слышал мнений о вас. И хочу сказать, что вы не очень были любимыми функционерами в спорте региональными, но очень любимыми болельщиками. И вот это перевесило. Кубани, клан, фочарная экипо. Для меня Кубани родная команда. Я тренирую уже 15 лет, но так как я себя чувствовал здесь, я не чувствовал себя ни в одном клубе. Хочу, чтобы меня судили по результатам, которые будут сейчас, а не по тому, что было раньше. По словам румынского специалиста, играть в футбольной национальной лиге порой тяжелее даже, чем в премьер-лиге. Контракт с Петреску рассчитан на два года. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи проходит открытое первенство Краснодарского края среди юношей и девушек по стрельбе из лука. В нем принимают участие несколько команд из городов Кубани и Ростовской области. Сочи, Новороссийск, Анапа, Красноармейский район и Таганрог. Команда из этих городов представлена на краевых соревнованиях, которые проводятся на стадионе «Локомотив» в Хосте. В них принимает участие 58 спортсменов. Многие, как сочинец Родион Руденко, мечтают попасть в юношескую сборную Краснодарского края. Мастерство, технике обучил тренер, а вот над выносливостью еще предстоит поработать, признается 13-летний Родион. Главное, чтобы не подводил классический лук. На нем несколько простых элементов. Вот полочка, куда ставится стрела. После идет гнездо, куда она вставляется. Кликер, он на стрелу вставляется, когда она дотягивается, он щелкает. И прицел. Стабилизатор, вот он длинный. Он нужен для того, чтобы лук после завершения уходил вот в такое положение. В Сочи на соревнованиях представлен сразу двумя спортивными школами. Наши лучники уже отличились на краевом уровне. На сегодня дистанция стрельбы для классического лука 70 метров, для блочного 50. Возрастная категория спортсменов от 13 лет и старше. Они принимают участие как в личных, так и в командных соревнованиях. Во-первых, соревнования для повышения уровня спортивного мастерства и отбор. Отбор – это четверо юношек, четверо девочек, четверо юниоров, четверо юниорок, которые поедут на российские соревнования. Таким образом, по итогам этих соревнований будет сформирована сборная Краснодарского края для участия в чемпионате России. Пока неизвестно, где и когда пройдет всероссийский этап, но ребята готовятся к нему основательно. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр Гранд. В Гранде большой ассортимент товаров для дома и ремонта, а также мягкая и корпусная мебель для интерьеров разных стилей и направлений. Все новости уже на нашем сайте, в КТ.ком. В студии была Инга Габеши. О всем самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Продолжение следует...